В какие дни не читается Акайство Зинаумершего? Бывают ли исключения в тени Акайства о здравии, в посты, Пасху и Пасхальной неделе? Вы знаете, в церковной традиции у нас такое есть в православных – своя внутренняя церковная дисциплина, духовная. Она не от столба, а от той духовных опыта, от той реалии, которую мы переживаем. Например, православные умерших не всегда поминают в церкви. В воскресные дни и в праздники не бывает поминания усопших. А еще не бывает периода святки от Рожеста до Крещения. Первая неделя у Копоста и подряд две недели – Страстная и Пасхальная. Вот в эти дни церковной души все дню посвящено. В эти дни умерших мы не забываем, нет, а ярче переживаем слова Христа, который сказал, я не бог мертвых, я бог живых, у меня все живы. А я пока телом лишь умерший, душой живой все равно. Поэтому мы не разрываем с ним связи, но в это время, в праздничной, в эти особо периоды мы особо переживаем силу жизни Господа. Поэтому мы их не забыли, только по-другому переживаем наше общение с ними. Поэтому молитвы за усопших в это время не бывает. Поэтому есть такое аккаст за единоумершего. Это в субботу полдевятого вечера за усопшего, за умершего. Поэтому вот в эти периоды, повторяюсь, воскресенье, праздники, то есть он в субботу будет, значит, если праздник случится с субботой, то это, оказывается, не совершается. И в период святки, вот первый день будет поста великого, последний и пасхальный, вот это аккаст. А остальные поминаются все время, совершается все время, оказывается. Вне зависимости от времени года. Часто спрашивают такой вопрос. Кто-то, кого-то учит, что якобы Великим постом аккасты молитвы не совершают. Это, кто так говорит, это не православные люди. Мне говорят, нам батюшку сказал, значит, он не православный батюшку. Он, значит, про него можно сказать словами Христа. В Евангелии написано, не знаете, какого вы духа. Не знаете ни силы Божьей, ни Писаний. Батюшка может так сказать. Я не осуждаю его. Только вы знаете в нашем реме, при обвальном открытии храма священника, кого ставили. Всех подряд. Поэтому, говорит, Попов, может видеть такие экземпляры. В музей, сразу в музей. Заспиртовать в музей. Так вот, он говорит, Великим постом аккасты совершается. Это неправда. Нет ограничений для молитвы аккасты в течение года. Вот для усопших есть, а зави нет. Кто знает церковное правило, то знает, что молитва аккасты появилась не раньше IX века. Ну, уже больше тысячи лет, но тем не менее. И когда уже структура про саму большинство сложилась. Поэтому аккасты – это келейная, домашняя молитва. В храме не обязательно. Совершают в храмах пожелания, но не обязательно. Обязательно в храме аккаст совершается. Только один раз в год. Но обязательно. Раз в год. Это бывает именно Великим постом, пятая суббота Великого поста, суббота Акасты. Значит, обязательно когда? В Великим постом. Вот ответ, бывает ли Акаст великим постом. Если сама церковь совершает Акаст великим постом, обязательно в храме. Понятно тогда. Поэтому это вот об Акастах.